Всем привет, друзья! С вами Барон. Надеюсь, это видео наберет 400 лайков. Если этот ролик наберет 400, а то и 500 лайков, тогда я куплю себе следующий автомобиль Гелендваген. Собственно, такие интересные дела. Установил себе, друзья, зимний мод. У меня теперь замена на автомобиле. Имеется Mercedes-Benz E500. Купил я его, к сожалению, на серию, конечно же. Плюс я поднял очень много денег в казино. Вы будете в следующей серии это видеть отрывочками. Ну, в следующих сериях. Значит, я даже успел затюнинговать этот Mercedes-Benz. Уйти из ПД. Короче, многое произошло. Но, к сожалению, не могу выложить, потому что серии те лагают, к сожалению. Там была картинка 4К. В итоге 4К у меня нигде не рендерится, потому что снимал бандикамом с вебкой. Короче, надо было фрапсом. Полная неразбериха, друзья. Поэтому на данный момент, кстати, так, походу, буду перезаписывать все эти ролики. Значит, я говорю, как бы 400 лайков, покупаю себе Гелендваген. Если следующая серия уже с Гелендвагеном набирает лайков 700-800, тогда я покупаю себе вообще Ламборгини. А какую-то из этих автомобилей я буду разыгрывать. Поэтому пишите своим друзьям, подругам, кто играет в КРМП, чтобы ставить лайки, подписывались. И все будет круто. Значит, что я хочу вам сказать, друзья. Первое, это то, что я установил себе зимний мод, само собой. Что представляет из себя зимний мод? Различные замены автомобилей. Например, вот. Mercedes-Benz E500. Опять же, скорая помощь заменена. Кучу машин заменено. Возможно, даже какие-то скины заменены. Ну и, конечно же, имеется эффект снега. То есть, то, что сейчас оснеженные дороги. Везде снег, мороз. И это только прибавляет атмосферы. Вы мне все писали, установи зимний мод, установи зимний мод. Ну вот, друзья, специально для вас. С вас лайкосик, друзья. И все. Будет круто. Значит, что по поводу автомобилей? Все уже сняли обзор на этот зимний мод. У меня, как бы, его не было. Поэтому я снимаю его вот сейчас для вас. Для своих именно зрителей. Значит, BMW X6M. Было это, помню, BMW X5. Как, думаю, и вы помните. Потому что у меня выходило данное видео. То, что было это BMW X5. Сейчас X6M. Давайте прогуляемся немного по автомобилям. Вот, собственно, моя машина, которую я себе приобрел за 2 миллиона вирт. Кстати, на удивление 2 миллиона вирт. Это довольно-таки крупная сумма денег. И я просто не представляю, как можно вложить в Мерс 2 лимона. Но сейчас вы увидите, кстати, прикол небольшой. Запомните сумму 2 миллиона вирт. О, кстати, Lamborghini. Вот ее я куплю, если следующая серия наберется выше 600-700 лайков. Значит, Мерс. Кстати, тоже довольно-таки неплохой. Буханка. Ну, Буханка уже была АК. Тоже неплохо. Волга. Хер какая-то. Так, давайте просто сейчас пройдем по автомобилям. Покажу вам автомобили. Вроде как, вот это закос под Феррари. Но хер пойми, что это за тачка вообще, кстати. Лада. Тоже можно купить поугарать. Там разыграть, что-нибудь еще с ней поделать. Без проблем вообще. Так. BMW. Тоже Beho. Топовая тачка. Можно за место Lamborghini либо Beho купить вот эту. Либо же Lamborghini. То есть, это уже пишите в комментарии, пожалуйста. И там уже будет непосредственно... Непосредственно я там буду решать, что и как при себе приобрести. Но мне кажется, эта Beho намного лучше выглядит, чем Lamborghini. Хотя, говорят, Lamborghini носит на поворотах. Ну, хрен его знает. Я не проверял, если честно. Мне кажется, Lamborghini заменена на Super GT. Если так оно и есть, то я думаю, не возьму Lamborghini. Кстати, вот еще одна Лада. Ну, двенашка вроде, да? ХЗ. Тоже ничего, такая тачка. Какие-то бубенцы висят. Игральные кости. Прикольная тема. Поугарать, я думаю, хватит. 6,5 миллионов машина стоит. Нормально. Феррари вроде как. Теперь уж точно. Toyota. Это Крузак вроде как получается. Вроде бы Крузак, да. Скорее всего. 2,5 миллиона. Тачка чисто для бандосов. Это тачка чисто для ментов, я так понимаю. Чисто Лада опять. Опять же, блин, куча автомобилей вообще такого типа. Интересного. Именно на замене. Ну, эти машины никто не заменяет. Они никому не нужны. Ну, вот такая вот херобора есть. На самом деле, не понимаю, какой смысл покупать данный автомобиль, данный джип. Когда можно купить вот такой вот. Но, конечно, там разница огромная. Потому что 1,4 какая, что 4 миллиона. Но все же. Можно, например, вот такой Мерс купить. Даже дешевле на 200 тысяч. Еще одна буханочка. Велосипед. Велосипеды различные. Опять это Лад только четырехдверные уже, кстати. Стоит 100 тысяч рублей. Так. За 90 тысяч нам предлагают мотоцикл. Кстати, вот. Мотоцикл NRG. Полтора миллиона рублей. Его замена у нас приходится на Yamaha R1. Это тоже довольно-таки неплохо. Потому что на Yamaha R1 намного приятнее кататься. Конечно же, не зимой. Зимой на мотоциклах не катаются. Поэтому нету толку его сейчас брать. Потому что ты будешь как от мира сего, я бы так сказал. Так. Посмотрим, что будет далее. Вот. Запоминали, да? Сколько стоит Мерседес мой, который я себе приобрел. Смотрите на цену Лады Приоры, друзья. 2 миллиона рублей. Я просто охереваю. Какого хера, если в жизни она стоит 300 тысяч максимум. Это полная жесть. Серьезно. Я когда увидел вообще цену Приоры, я такой, смотри, что 2 миллиона. Я думал, что, опечатались что ли? Тут же вроде должно 200 тысяч быть. А нет. Реально 2 лимона. Но это же замена на автомобиль. Поэтому, само собой. Еще один Мерсик. Немало красивый, я бы так сказал. Это более как спортивный вариант рассматривается. То есть на нем можно спокойно, я так понимаю, погонять. И у него должна быть скорость разгона, ну, больше моего. У моего скорость разгона 150 километров в час. У этого, ну, может быть 180-200. Кстати, по поводу Ламборгини, я еще не знаю, сколько она разгоняется. Но это не особо важно. Учебная тачка. Так, давай посмотрим. Так, это Херобора. Волга. Нормально. О, Запорожец. Запор наш любимый был. Вот это, да. Субару так, вроде бы, была. Херь какая-то. Опять Лада. Еще Лада. Саванна вообще. Так. Вот. Вот что я куплю в следующей серии. Если эта серия наберет свыше 400-500 лайков. Я куплю себе Гелендваген. Друзья, это первое. Следующая серия после того, как я куплю Гелендваген. Если набирает там 600-700 лайкосов, я разыгрываю либо Mercedes-Benz E500, либо Гелендваген, либо же тачку, которую я куплю потом. Это может быть как Mercedes, так и BMW, так же и Lamborghini. Это уже выберите сами в этой и в следующей серии. Там вы пишите обязательно в комментарии, что лучше приобрести. Многие говорят по кайфу BMW, другие говорят по кайфу Lamborghini. А это уже их дело, я бы так хотел сказать. Хорошо. Это вроде как CB400 Honda, насколько я понимаю. Если я не ошибаюсь, конечно. Но по передку все сходится. А так, честно, вот не могу сказать. Напишите в комменты, кто напишет, тот красавчик. Я вам лайк прям на коммент поставлю. Так. Опять же, русские машины. Все это радует то, что все-таки замена довольно-таки годная. Багов я еще в ней не нашел. На удивление, кстати. На удивление я багов не нашел. Играю уже второй день. С данной заменкой. Конечно, бывают текстурки вот так вот пролетают куда-то, пропадают. Но это уже излишки, я бы так сказал. Такое случается, конечно, но очень-очень редко. Так. Ну что ж, давайте возьмем свой Mercedes-Benz. Тачка, блин, тачка вообще топовая. То есть, я ничуть не пожалел, что я взял именно этот Mercedes. Потому что у меня был выбор между как раз-таки Гелендвагеном, вот этим Мерсом и еще там какой-то хероборой. Вот. В итоге все просто прекрасно. И, кстати, сейчас покажу вам, сколько у меня тут деньжаток накопилось. Накапало, я бы так сказал. Я ходил в казино. И у меня сейчас 9 миллионов рублей имеется. То есть, мне хватит и на Гелендваген, и на BMW или же Lamborghini. То есть, вы уже сами там решите. Я куплю. И, соответственно, среди потом своих любимых подписчиков, тех, кто играют именно здесь и прокачают третий или четвертый даже уровень, среди вас, друзья, я разыграю ту или иную машину. Потому что розыгрыш это всегда прекрасно. Все любят халяву. Само собой, это все будет в группе ВКонтакте проходить. И потом на каком-нибудь стриме мы объявим победителя. Либо на стриме, либо так, просто объявлю. Там уже посмотрим. Давайте сейчас покажу скорость чисто данного автомобиля. Да что ж ты тупая шкалота, блин. Куда ты прешь? Ослы всякие ездят. Но на РПшников, кстати, сейчас дохерищи. Я прямо вот просто сижу. Так, и реально удивляю. Меня, кстати, никто не хочет тормозить здесь. То есть я еду на Бэхе вроде, да, и меня ни одна собака, как говорится, не хочет тормозить. Вот, давай, 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 я, 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 давай, я заторможу, давай. Давай. Во, надо же, я так подъехал задом еще. Давай, типа я. Так, давай, открыл окно. Открыл окно. Так, слушаю вас. Давай, братишка, что ты мне скажешь? Барон. О, уже подписчики. Да. Так. Ладно, я тронул. Похер. Поехали куда подальше. Барон. Чисто Никита Лопе. Привет тебе, братишка. Красавчик, на самом деле. Стоит на посту. Доблестно и верно, как говорится. Все прекрасно. Радует меня то, что моих подписчиков довольно-таки много сейчас играет. Раньше было так, что ты заходишь, да, буквально там 5-6 серий назад. Ты заходишь, тебя никто не узнает. На данный же момент я просто захожу, ко мне подбегают чуваки такие, Барон, привет, ё-моё, я тут играю, я тут в организациях, я вообще, я с тобой, короче, всегда везде. Я прям сижу такой, да ё-моё, нифига себе. Типа у меня самая топовая аудитория, самые крутые ребята, только у меня на канале, которые пойдут за мной и в вагоне, и в воду, как говорится, и в медные трубы, там куда угодно. Все прохожу, конечно, с вами. Тот же самый и огонь, и всю эту воду, и медные трупы, все с вами, друзья, проходим. Всегда вы меня поддерживаете, любите и смотрите. Спасибо вам, кстати, за это большое. Вообще, крутая тема, друзья, крутая. Так. Ну что ж, я думаю, на этом стоит закончить. Во, кстати, разгон моей ласточки. 150 километров в час. Я думаю, на этом стоит заканчивать, друзья. В следующей серии вы увидите покупку легендарного, я так понимаю, автомобиля Гелендваген, потому что для вас набрать лайки, это просто изи. И всё будет круто, друзья. После этого, после того, как я куплю, я куплю ещё один автомобиль, а потом мы один с вами, друзья, разыграем. Вот так вот и живём, друзья. Вот так вот и стараемся выживать на Амазинг роли плей. Был показан вам зимний мод, зимняя обнова. Не забывайте заходить на сайт Амазинг роли плей, смотреть, что там нового, что там интересного. Подписываться на мой профиль на форуме Амазинга, потому что очень мало подписываются туда, но много играют. Спасибо всем вам большое за поддержку, за ваши лайки, за ваши комментарии. Следующий комментарий я буду обязательно вставлять в ролики. Всё, друзья, всем большое вам спасибо, всем удачи и всем, конечно же, пока. Субтитры сделал DimaTorzok